Здравствуйте! Время подвести итоги уходящей недели. В студии Мария Лапчева. Вначале коротко о главных темах последних семи дней. Люберчане зажгли свечи в память о павших в Великой Отечественной войне. Берегись, не обожгись! Люберецкие пожарные рассказали о правилах безопасного поведения на природе. Завершился 9-й автопробег Союза журналистов Подмосковья. Никто не забыт, ничто не забыто. Проект «Дед, я тебя помню» набирает обороты. Спорт в каждый двор шагает по городскому округу Люберцын. На этот раз программа добралась до Марусина. Аллея деревьев в честь городов-героев Великой Отечественной войны выросла в Люберцах на улице Южная. Собака – друг человека. День кинолога отметили в России. Коллектив нашего телеканала поздравил победителей конкурса «Встречай лето» вместе с ЛРТ. 22 июня ровно в 4 часа. Жители Люберец присоединились ко всероссийской акции памяти, посвященной началу Великой Отечественной войны. Ровно в 4 часа утра они прошли по Октябрьскому проспекту с зажженными свечами в руках. Шествие стартовало от стен часовни и проследовало до памятника воину-освободителю. Ровно в 4 часа утра участники акции возложили цветы к мемориальному комплексу. На памятном митинге все желающие смогли выступить и отдать дань памяти невернувшимся с войны. В Люберцах акция прошла уже шестой год подряд. По традиции «Рассвету вечного огня» встретили активисты молодежных общественных организаций, представители общественной палаты, управления по работе с молодежью, депутаты, совета депутатов и жители округа. Анна Троян, телеканал ЛРТ. 22 июня. Эта дата навсегда останется в наших сердцах, как день памяти и скорби о тех, через чьи жизни прошла жестокая война. В Люберцах у часовни всех святых состоялись митинг и панихида в память о героях Великой Отечественной войны. Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. В 4 утра, без объявления войны, германские вооруженные силы напали на границы Советского Союза. С этих слов ровно 76 лет назад началась самая печальная страница в нашей истории. Началась Великая Отечественная война. 22 июня – день памяти и скорби. В этот день вспоминают тех, кто не дожил до Великой Победы, но кто искренне верил в нее. Традиционное место, где собираются люберчане, чтобы почтить память погибших на войне – памятник Часовни всех святых, установленный в центре города. Ежегодно в этот день сюда приходят представители общественных и молодежных организаций, сотрудники администрации и просто неравнодушные жители. И на этот раз сотни человек отдали дань памяти жертвам Великой Отечественной войны. Среди тех, кто пришел на траурный митинг, можно было встретить людей, которые видели эту войну собственными глазами. Когда уже объявили война, война, и вот такое было понятие, что эта война на две недели Россия победит немедленно. А на самом деле война продлилась 1418 дней. За это время она унесла жизни почти 27 миллионов людей. Являясь одной из самых страшных и кровопролитных, Великая Отечественная война оставила свой след в истории каждой семьи. Папа был участником Великой Отечественной войны и старался очень мало рассказывать, потому что было больно и тяжело. У меня вот дядька погиб. Он был ополченец здесь, и сразу же они все здесь погибли, местные. В настоящее время в городском округе Люберцы проживает 340 ветеранов Великой Отечественной войны, более 2000 дружинников тыла, 200 узников концлагерей, а также блокадники Ленинграда и дети войны. В этот день в их адрес прозвучали слова благодарности. Спасибо дружникам тыла, потому что без тыла нет победы. А дружники тыла – это, по сути, детишки 10-12 лет уже стояли у станков на своих плечах, познали тягу этой войны. В память о погибших в годы войны была объявлена минута молчания. После этого благочинный Люберецкого округа Вячеслав Новак совершил заупокойную литию. Траурное мероприятие завершилось традиционным возложением цветов к алтарю-часовни, а делегация молодежи города в это время направилась к вечному огню. Луизия Егязарян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Очередное заседание Совета депутатов состоялось в администрации городского округа Люберцы. Участники совещания выбрали символ округа – новый герб. Также депутаты обсудили вопросы изменения городских бюджетов. Люберец томили на Октябрьского, Красково и Малаховке. Для городского округа Люберцы выбран новый герб с пиццей «Феникс» в своей основе. «Феникс» – один из древнейших символов в истории человечества. Символ возрождения и бессмертия, мужества и благородства, справедливости. Возрождаясь вновь, «Феникс» становится краше и сильнее. 18 депутатов выступили за новый герб, 5 против и 1 воздержался. Люберцы наконец-то создадут тот символ, который и через 10, и через 20, и через 100 лет будет полностью отвечать традициям российской геральтики. И он будет в этом отношении безупречен. Никто не сможет сказать, что вот, что-то там не так. Звезды на гербе указывают на предприятия, связанные с космической отраслью. Поле щита, напоминающее вращение лопастей, символизирует вертолетостроение. Зубчатое колесо – символ промышленности и машиностроения. Это особый вид рисунка, нарисованный по особым канонам, созданный по правилам и традициям. То есть это не картина, это не пейзаж. Здесь есть жесткий довольно-таки регламент, который ограничивает и художников, и создателей. Гимн округа претерпел небольшие изменения в тексте. Также на заседании Совета депутатов было принято решение переименовать финансовое управление. Финансовое управление администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район в связи с объединением городской округ теперь будет называться финансовое управление администрации муниципального образования городской округ Люберца Московской области. Доходы бюджета городского округа Люберца повысятся на 120,7 миллионов рублей. Увеличение доходов связано с безвозмездными поступлениями в бюджет за счет субсидий на 94,4 миллиона рублей, за счет субвенций на 5 миллионов рублей и иных межбюджетных трансфертов на 21,3 миллиона рублей. В ближайшее время герб городского округа Люберца будет отправлен на регистрацию в Геральтическую комиссию Московской области. Геральтический совет при президенте России. Екатерина Скрижалина, Кмирис Шарапов, телеканал ЛРТ. С новоселья 16 детей-сирот получили из рук главы городского округа Люберца ключи от новых квартир. Церемония вручения состоялась в администрации на еженедельном оперативном совещании. Всего за последние пять лет руководство Люберец обеспечило жильем 95 воспитанников детских домов. В этом году запланировано предоставить квартиры 32 сиротам, которые достигли 18-летнего возраста. На днях счастливыми обладателями собственного жилья стали сразу 16 человек. Если будут какие-то проблемы жизненные, в любое время заходите, приходите, мы сюда вам поможем. А так, ребята, самое доброе пожелание, удачи и успехов. Берегите себя, своё жильё, создавайте семью в перспективе. Самое доброе вам пожелание. Девушки и юноши получили однокомнатные квартиры. Они расположены в доме новостройки по улице Вертолётная, 20. Общая площадь каждой квартиры – 31 квадратный метр. Квартиры все с муниципальной отделкой, укомплектованные сантехническим оборудованием и электроплитами. Напомним, что жилые помещения для детей-сирот приобретаются за счёт федерального и регионального бюджетов. Для того, чтобы завершить план 2017 года, остаётся обеспечить квартирами ещё 13 человек. В городском округе Люберцы начался капитальный ремонт дорог. Владимир Житский уже проверил ход работ на транспортной улице и проектируемом проезде номер 4296. Всего планируется отремонтировать не менее 13 километров дорог округа. На днях в городском округе Люберцы закончился ямочный ремонт дорог. С 20 июня стартовал капитальный дорожный ремонт 25 дорог округа. У нас в плане ремонта дорог Малаховка-Октябрьский-Тамилина. В целом мы должны отремонтировать это порядка, ну не менее, по-моему, 13 километров дорог. Это общая сумма денег, где-то порядка 75 миллионов рублей. Ружицкий уточнил, что выбирали участки для ремонта совместно с ГИБДД, а также беря во внимание просьбы и предложения жителей округа. После чего были сформированы две очереди для ремонтных работ. В первую входит 11 дорог, во вторую – 14. Как правило, мы ориентируемся на то, в каком состоянии дороги, и отрабатываем эти вопросы совместно с ГИБДД, а также на просьбы и предложения жителей, которые по таким дорогам ездят. Глава округа отметил, что дорога считается качественной, когда толщина покрытия минимум 5 сантиметров. Подрядчика для выполнения капитальных работ выбирали через аукционы при совместном финансировании областного и муниципального бюджетов. Торги происходят на областной площадке, и кто в состоянии хорошо дороги выполнить за меньшую цену, тот и побеждает. Поэтому здесь чистый конкурс, стендер. И вот подрядчик, я с ним переговорил, они порядка уже 20 лет с опытом работы на дорогах. Власти округа совместно с дорожниками планируют закончить капитальный ремонт дорог к 1 августа. С марта по ноябрь в Московской области длится сезон лесных пожаров. В этот период в лесах запрещено разводить костры и проводить пал травы. О правилах поведения на природе и о том, как избежать возгорания и не стать заложниками опасной стихии, рассказал государственный инспектор Люберецкого района по пожарному надзору Сергей Зубков. Пожар в лесу – стихийное, неконтролируемое распространение огня по лесным площадям. В наши дни основной причиной возникновения лесных пожаров по-прежнему остается деятельность человека. Солнечные дни, которых не так много, как мы привыкли. Огромное количество людей выбирается на открытый воздух, на открытые места, в леса, в парке, к водоемам для того, чтобы провести время. Госинспекторы предупреждают, что необходимо соблюдать правила безопасности. При обнаружении лесного пожара нужно срочно сообщить о нем. Максимально точно назвать координаты возгорания. Поэтому лучше всего перезвонком проверить их по карте или геолокации в мобильном телефоне. Ну и несмотря на то, что у нас лето в настоящее время не такое полноценное, как многим хотелось бы, погода периодически пасмурна, гражданам ни в коем случае не стоит терять бдительности. Запрещено разведение костров, сжигание мусора в неотведенных для этого местах и в весенне-летний пожароопасный период. Диспетчеру нужно рассказать о ситуации в лесу. Что горит, трава или деревья? Дымится ли почва? Далеко ли деревни и села? Угрожает ли пожар жизни людей? Позвонить и сообщить о возгорании можно по телефону единой дежурной диспетчерской службы Московской области 112. День медработника отметили в Люберцах. Во Дворце культуры для представителей этой благородной профессии устроили праздничный концерт. Глава округа Владимир Ружицкий лично поздравил люберецких врачей. 18 из них вручили ключи от новых квартир. Люберецких медицинских работников с профессиональным праздником поздравили яркой концертной программой с участием местных творческих коллективов. С торжественной речью со сцены выступил глава городского округа Владимир Ружицкий. Сегодня я хочу вам сказать слова благодарности, что вы есть, что вы работаете. Я вам искренне хочу пожелать, чтобы вы к вашему брату как можно меньше обращались. А как заняться профилактикой, вы этим знаете профессионально. Поэтому я вам искренне желаю здоровья, благополучия. Как у военных говорят, хорошего материального удовольствия. В честь праздника врачам вручили благодарственные письма и знаки отличия. Депутаты Московской областной думы Дмитрий Дениско и Игорь Каханы тоже поздравили медиков. Народные избранники подготовили подарки и даже творческий сюрприз. В кульминации праздника стало вручение сертификатов на жилье. На этот раз новые квартиры получили 18 медиков. Отметим, что городской округ Люберцы стабильно входят в тройку лидеров Московской области по количеству предоставляемого жилья врачам. Всего с начала года работнику медицинской сферы вручили 32 квартиры. Яна Яковлева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Завершился девятый автопробег Союза журналистов Подмосковья. В этот раз он был посвящен Году экологии и назывался «Подмосковье заповедное». Участвовала в автопробеге и съемочная группа телеканала ЛРТ. Об удивительной фауне, чудесах ландшафтного дизайна, тайных Серпуховского историка Краеведческого музея и многом другом расскажет Яна Яковлева. «Чистое Подмосковье!» Река Ака, живописная природа близ города Серпухова. На теплоходе звучит гитара, щелкают фотоаппараты, идет экскурсия. Туристы скажут с берега. Но эта группа увлеченных людей не в отпуске, а на работе. Уже девятый год подряд подмосковные журналисты совершают коллективное профессиональное путешествие. Журналисты должны видеть мир. Они не должны иметь местечковой такой ограниченности. Они должны иметь возможность видеть, знать, получать из первых рук информацию, встречаться с интересными людьми, видеть потрясающие интересные объекты. Сначала своей территории, своего региона, ну а затем и всей страны и всего мира. Подмосковье заповедное. Так, созвучно с годом экологии, называлась программа путешествия. На машинах под флагами Союза журналистов, своих изданий и телерадиокомпаний команда более чем из 30 участников посетила национальный парк Лосиный остров, притянувшийся от Сокольников до города Щелково. Там экскурсия и знакомство с местными обитателями. Это маленький Бонифаций. Он попал в заповедник в возрасте четырех недель. Его привезли из Ярославской области. И люди говорят, что он отбился от мамы, когда переходил дорогу. В Сергиево-Посадском районе журналисты посетили уникальную и крупнейшую в России гидроаккумулирующую электростанцию. И обсудили технологию раздельного сбора мусора с представителями одной из клининговых компаний. Потом автопробег по Королёву. Главная цель – изучить благоустройство и озеленение городских улиц. Насыщенная культурными событиями программа ждала всех в Серпухове. Нас встречали именитые люди города. Серпухов – город Куперческий. Было очень много цветов, хотя была зима 13 декабря. Сама Екатерина II встречала журналистов в Серпуховском историко-художественном музее и рассказывала свои воспоминания о городе. У участников автопробега также была возможность посетить святыни Южного Подмосковья, Владычный, Веденский, Женский и Высоцкий мужской монастыри. Пли! Заряжай! 22 июня, в день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, участники автопробега в Серпухове вместе с горожанами возложили цветы к памятнику воину-освободителю и познакомились с участником легендарного парада на Красной площади 1941 года. Площадь из Красной площади мы заняли оборону в районе Хинки. Тяжело было нашим ополченческим дивизиям сдержать фашистов. Фашисты рвались. Они хотели 7 ноября по Красной площади пройти, но мы не пропустили. Далее команда автопробега посетила хлебозавод. Журналисты своими глазами увидели, как пекут хлеб, узнали, насколько экологично его производство и какова история у Серпуховского предприятия. Если считать от времени основание предприятия, то оно основано в 1929 году. А потом снова дороги, снова переезды по бескрайним просторам заповедного Подмосковья и прибытие на финальную точку путешествия – в Преокско-террасный заповедник. Символично, что заканчивается автопробег, как и начинался на территории заповедника. На этот раз это место, где живет зверь, который находится на первой строчке Красной книги. Зубры – могучие, добрые и удивительно пугливые. Взрослые особи стараются держаться подальше от людей, как будто знают о том, что когда-то их почти полностью истребили. Это животное было спасено от полного исчезновения благодаря деятельности питомников. Сейчас численность их мирового поголовья – около 4,5 тысяч. Глядя на то, как возрождается популяция этого символа лиственных лесов, хочется верить – человек сможет жить в гармонии с природой. Яна Яковлева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Активные жители Томилина подготовили патриотический проект под названием «Дед. Я тебя помню». С 22 июня прошлого года они собирают информацию об участниках Великой Отечественной войны и вышивают имена героев на кусочках красной материи. Сегодня эти именные лоскутия собраны в единое 25-метровое знамя. Уникальное народное творение участвует в премии губернатора нашей Подмосковья. Идеально выстроченные буквы, в основном красными, белыми и жёлтыми нитками, а некоторые инициалы вышиты бисером. Изначально была идея написать имена героев ломастерами. Затем это переросло в нечто большее. И понадобилась помощь профессионалов, обладающих определёнными навыками. Сотрудники предприятия «Звезда» помогли воплотить идею томилинца в жизнь. В итоге 1100 красных лоскутьев соединились в едином полотне, общей площадью 75 квадратных метров. Но на этом история его создания не заканчивается. На самом деле в нашем списке бессмертного полка на сегодняшний день около 1400 человек. То есть он постоянно пополняется. То есть у нас в работе порядка 66 человек уже увековечены. И вот ещё у нас 340 человек. Они в работе. Мы должны к следующему 9 мая обязательно их сделать. Знамя продолжает увеличиваться. А вместе с ним увеличивается и его география. На этом красном полотне увековечены не только уроженцы Томилина. Здесь вышиты имена героев томилинских семей. А в последнее время к проекту присоединяются жители Малаховки, Люберец и даже Москвы. Нам не важно, где люди жили, откуда они призывались. Главное, вклад в победу был общий. Самое замечательное, что люди нашли своих родственников. Они звонят, они переписываются. Причём здесь есть участники из Канады, есть из Парижа. Сейчас они проживают за рубежом, но их деды были кренными томилинцами. Уникальное на сегодняшний день творение впервые участвует в премии губернатора «Наша Подмосковья». Проект зарегистрирован в категории «Сообщество», так как над ним работает порядка 300 человек. Средний возраст участника примерно 50 лет. Все от маленьких детей и школьников до пенсионеров и пожилых людей задействованы в общем добром деле. Своей главной миссией томилинцы считают сохранить это знамя у себя в посёлке и не отдать его никакой ценой. Сотрудники российского представительства телеканала «Дискавери» во второй раз приняли участие в субботнике в Томилинском парке сказок. В гости к жителям посёлка они вновь приехали не с пустыми руками, а привезли с собой шесть кормушек для белок, которые передали руководству парка. «Импакт-дэй» – корпоративное мероприятие всей структуры телеканала «Дискавери». 16 июня офисные работники компании по всему миру выходят в парки, чтобы помочь облагородить окружающую нас природу. Второй год подряд для российского отделения «Дискавери» местом проведения данного мероприятия становится парк сказок. Мероприятие проходит второй год подряд. Компания «Дискавери» нам своими субботниками помогает в уборке. В прошлом году они убирали зону, где были спилены деревья и где была посадка. В этот раз они нам пришли сразу на помощь в связи с прошедшим ураганом. Перед началом уборки команда «Дискавери» подарила администрации парка шесть кормушек для белок. Мы очень рады сделать наш небольшой дар от нашей компании для Томилинского парка, для ваших многочисленных белок. Мы надеемся, что им будет комфортно и уютно питаться именно здесь. Мы хотим внести какой-то свой маленький вклад сегодня в уборку, в обустройство парка, чтобы местным жителям стало еще комфортнее, еще удобнее. То, что вы сделали за последний год, действительно, это невозможно не заметить. И улочки, и детские площадки. Стало все так правильно, так цивилизованно. Вы большие молодцы. Вы люди, которые следят за этим. Вы люди, которые болеют за это. Ну а мы, в свою очередь, сегодня в вашем полном распоряжении, наша дружная команда. Командуйте, а мы поможем. Это вам! Спасибо большое! Подарок придется весьма кстати. Популяция белок в Томилинском парке выросла в несколько раз. И каждому зверьку нужен свой дом. Кстати, прошлогодний подарок «Дискавери» – скворечники, уже освоены местными птицами. Скворечники висят. В этом году в некоторых мы заметили птиц. Они пришлись к месту. Достойным украшением парка являются. С кем общаться приходится не с жителем Томилинском, кто приходит первый раз в парк. Они очень удивляются. Им интересно. И вот в этом году нам подарили беличьи кормушки, которые тоже будут развешаны по парку. Белок расплодилось много. Их надо кормить. Для 40 представителей телеканала «Дискавери» была выбрана площадка вокруг нового памятника «Белки» и «Стрелки», официальное открытие которого запланировано на 26 июня. А сегодня предстояло расчистить примыкающую территорию от веток и мусора. Активные офисные работники с энтузиазмом взялись за дело, превратив общественно полезные занятия в мероприятие по тимбилдингу. Удивительно, но далеко не так просто найти место для подобного события. Как оказалось, это не так просто найти, кому можно помочь. Потому что когда вопрос идет о финансировании чего-либо, помощи финансовой, то, конечно, в этом плане всегда очень просто найти желающих на какую-то покупку, закупку чего-либо. А когда идет речь просто о помочь своими руками, тем более офисные сотрудники, которые, скажем так, не привыкшие к такому труду, желающих довольно-таки мало принимающей стороны, я имею в виду. Поэтому это здорово, что администрация на второй раз уже идет на встречу, нам помогает этими комбайнами, пилами, как вы слышите, тракторами и так далее. Они нам дают технику, а мы им, собственно говоря, свой ручной труд. Поэтому не знаю, насколько мы сильно, конечно, сможем облагородить или помочь, но я думаю, что какую-то маленькую часть мы все-таки сможем внести. Смена деятельности благотворно влияет на людей. Команда Discovery с улыбкой на лице за каких-то пару часов справилась с намеченным кругом дел. Impact Day подарил участникам море позитива, а Томилинскому парку еще один ухоженный кусочек природы. Виктор Петров, Андрей Скрипкин, Томильно ТВ. К новостям спорта. В городском округе Люберцы состоялся очередной спортивный праздник. Около 500 человек приняли участие в проекте «Спорт в каждый двор». На этот раз к здоровому образу жизни приобщались жители Марусина. Футбол, волейбол, настольный теннис, катание на лошадях. Жилой комплекс Марусина на несколько часов превратился в большой спортивный городок. Найти себе занятие по душе здесь мог абсолютно каждый, независимо от возраста. Самых маленьких за старания и спортивные успехи угощали конфетами, а взрослые получили заряд бодрости и массу положительных эмоций. Очень шумно, очень празднично, понравилась обстановка, решил поиграть, позвала ребят. Здесь и родственники, и друзья, и соседи, нас много. После официального открытия праздника гостям предложили принять участие в первом состязании – перетягивании каната. Среди участников спортивной игры можно было встретить местных депутатов. В свое время я занимался очень активно и начал спортивную жизнь с футбольной секции. 10 лет отыграл за Люберецкая торпеда, поэтому, в принципе, спорт в моей жизни – это не впервой. И на сегодняшний день мы также с коллегами собираемся и активно занимаемся, как говорится, физкультурой, спортом. Проект «Спорт в каждый двор» инициирован главой городского округа Люберцы Владимиром Ружицким. Начиная с 1 июня текущего года, каждую субботу на спортивных площадках проходят массовые мероприятия. Причем этот процесс непрерывный. По словам организаторов, подобные праздники будут проводиться на постоянной основе круглый год. Мы выбираем центровой двор, самый большой, куда постараемся привлечь максимальное количество наших жителей для занятий физической культурой и спортом. Люди приходят, мы проводим регистрацию и распределяем по тем видам, которые им интересны. Городской округ Люберцы в очередной раз подтвердил звание одного из самых спортивных муниципалитетов Московской области. Действительно, этот вид деятельности занимает в жизни люберчан особое место. Спорт – это моя жизнь. Это все, что я делаю, это все, чем я живу. Это все. Для меня спорт – это как родная семья. Спорт, здоровье, хорошее настроение. Я люблю соль мотоспорта. Луизия Игазарян, Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ. И в продолжении темы. Чем заняться на школьных каникулах? Школьники-люберец не теряют времени даром. Ребята почти каждый день тренируются играть в олимпийский вид спорта – настольный теннис. Девочки и мальчики в такой игре соревнуются на равных условиях. В школьном летнем лагере никогда не бывает скучно. Вот и этим летом люберецкие школьники научились играть в настольный теннис не хуже профессионалов. У нас соревнования проводятся в рамках летних лагерей с дневным пребыванием среди детей. В основном это младшая группа, где-то до пятого-шестого класса. Проводим соревнования в командном зачете. Получается, девочки и юноши играют раздельно, но результат общий считается вместе. Организаторы турнира рассказали, что сейчас настольный теннис – очень популярный вид спорта. Игра развивает не только физические способности, но и тренирует ум. У тебя ракетка и есть теннисный стол. Ты должен, когда подаешь, коснуться мячик. И твоей зоны, и потом соперника зоны. И потом начинается игра. И так играют до 11. Три партии. Кто выиграл, тот и выиграл. Школьники признались, что настольный теннис намного лучше виртуальных игр и интернета. Я не очень люблю компьютерные игры. Я больше всего люблю настольный теннис. Конкурс продолжается. По результатам соревнований с первого по 12-е место среди ребят определятся победители. Первые три финалиста будут награждены дипломами. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Учащиеся Люберецкой 16-й гимназии выиграли соревнования «Веселые старты». Игра прошла в детской спортивной школе города Люберца. Борьба была тяжелой, ведь ребята преодолели несколько сложных эстафет и обошли более 300 соперников из других школ. Почти 400 люберецких школьников в дни летних каникул собрались на «Веселых стартах». Это спортивные состязания, которые состояли из четырех эстафет. Баскетбол. Вот здесь они ведут мячик, возвращают. После этого прыжки в длину с места проводятся. Соревновались учащиеся младших и средних классов. Каждый участник хотел выиграть «Веселые старты», чтобы не опозорить честь своей школы. Вы знаете, мы не первый раз уже проводим. Пока все очень довольны. Все состязания проводились на время и под строгим контролем учителей и судей. Каждая секунда в эстафете была дорога. Это «Веселые старты», здесь соревнуются 29 школ. В прошлом году я тоже соревновался, мы заняли девятое место. Мы готовились, мы месяц готовились, как пришли в лагерь. Ну, пока это соревнование мне не очень нравится. Я прыгать не умею на этих шарах. Ребята признались, что отдых в летнем школьном лагере нравится даже больше, чем море. Здесь очень весело и много друзей. Победу одержала Люберецкая гимназия номер 16. Ученики из других школ рассказали, что с нетерпением ждут следующих веселых стартов, чтобы еще раз испытать свои силы и возможности своей команды на прочность. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. В Центральном парке Люберец состоялся детский фестиваль-конкурс к истокам, посвященный 75-летию битвы под Москвой. Ребята из летних лагерей в течение нескольких месяцев готовили песни военных лет и в сопровождении своих музыкальных руководителей в дни каникул пришли, чтобы исполнить произведения, посвященные Второй мировой войне. Дружба – это счастье жизни! Дружба – это мир навеки! Пусть о чистом мирном лете помнят дети все на свете! Каникулы – не повод бездельничать. Люберецкие школики из летних лагерей сопрались на открытой веранте Центрального парка для того, чтобы исполнить песни военных лет. Сегодня мы пришли на мероприятие в Люберцах, которое посвящено началу Великой Отечественной войны. Мы должны спеть песню и дать память о наших предках, которые прожили эту Великую войну. Участники фестиваля спели композиции, посвященной 75-летию битвы под Москвой. Так ребята почтили память своих прадедов, которые воевали за мирную жизнь сегодня. Осталось память и людской! Да вечно! Битва под Москвой! Школьники в течение нескольких месяцев готовились к этому дню. Репетировали песни, стихотворения. Каждый ученик на фестивале знал историю Великой Победы своей страны. Даже проливной дождь не испортил боевой настрой участников фестиваля. Наша главная задача – патриотами России! Только так, а не иначе, чтоб страну не подвести! В заключении фестиваля ребята исполнили всеми любимую военную песню «Катюша». Екатерина Скрижарина, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Люберчане создали аллею «Город героев». На улице Южная появился целый сквер. Здесь каждое дерево символизирует героический подвиг советского народа. Подробности у Луизы и Гезария. В конце апреля жители дома 21 по улице Южной присоединились к общеобластной акции «Лес Победы». Посадить деревья, символизирующие подвиг дедов, они решили у себя под окнами. 23 саженца декоративной тои украсили придомовую территорию. А к 9 мая предприимчивые люди решили установить около деревьев таблички с названиями «Городов героев». В итоге получилась целая аллея. 13 городов, которые прославились героической обороной во время Великой Отечественной войны, выстроены в той же очерёдности, как в мемориале у Кремлёвской стены. Это добровольное дело. Три подъезда, за что им огромное спасибо, что поддержали мою инициативу Андрея Юрьевича Воробьёва. И вот сделали вот такую аллею. По словам жителей, вся эта работа проводится прежде всего для подрастающего поколения. Около дома инициаторы патриотического движения установили табличку «Детям о победе». В самодельной книге собраны рассказы о войне, предназначенные для детского чтения. «Пётр Алексеев. Сто рассказов о войне. Очень хорошая книжка. Она подписана. Очень хорошо она объясняет детям. Очень доходчиво, не сухим языком. Смотрят, интересуются, читают. В окошко наблюдаем, радуемся». На этом идеи местных жителей не исчерпаны. В дальнейшем они планируют украшать свой двор другими интересными элементами. А их патриотический проект участвует. 19 июня отмечается Всемирный день мотоциклиста. О любви к железным коням и о том, что мотоцикл не просто средство передвижения, а целая философия жизни в съемочной группе ЛРТ рассказали наши беспечные ангелы – байкеры Люберецкого мотоклуба «Дружина». Тот, кто однажды сел за руль мотоцикла, никогда не откажется от этих эмоций и впечатлений. Свобода, беспечность и легкость. Даже самые опытные байкеры при управлении двухколесным конем каждый раз испытывают в те же самые ощущения. Но и об осторожности и внимательности на дорогах не стоит забывать абсолютно всем, независимо от стажа вождения. «Как и в любом виде спорта, если можно так сказать, мотоцикл все расставляет на свои места. Ты можешь думать, что ты великий гонщик, великий ездок. И как бы медленно человек ни ехал, все равно нужно быть предельно осторожным и не расслабляться». Как правило, мотосезон начинается в середине апреля и завершается примерно в октябре, в зависимости от погодных условий. На вопрос, отмечаете ли вы день мотоциклиста, Люберецкие байкеры отвечают, у нас этот праздник каждый день и длится он полгода. «В России те люди, которые являются мотоциклистами, уж тем более байкерами, вот именно как членами этой субкультуры, скажем так, для них езда, допустим, на работу на мотоцикле и куда угодно еще, это образ жизни, который, если в принципе можно ехать, то мы садимся и едем, и по-другому мы просто не можем». Кстати, о поездке на работу на мотоцикле. Именно с этим связана история профессионального праздника тех, кто не мыслит своей жизнью без рева моторов. Традиция отмечать Всемирный день мотоциклиста появилась 22 июля 1992 года. Тогда сразу в нескольких странах энтузиасты отправились на работу на скутерах и мотоциклах, оставив свои автомобили в гаражах. Изначально этот день так и назывался – на работу, на мотоцикле, и лишь позже постепенно превратился в день мотоциклиста. Отмечают этот праздник ежегодно в 3 понедельник июня. На этот раз он выпал на 19 число. Из-за того, что лето пока не радует нас теплой погодой, пожелания у байкеров одни. «Долгих, солнечных, безаварийных сезонов». И еще один необычный праздник. 21 июня в России отметили День кинолога. Вообще его официальное название – День кинологических подразделений МВД России. Но многие собаководы давно считают этот праздник своим, отбросив все формальности. Наш следующий сюжет о людях, для которых собака – это лучший друг, а ее дрессировка – неотъемлемая часть жизни. Это особая команда. Можно сказать, собачье признание в любви к человеку. Протягивая лапу, она дает понять – я тебе доверяю. Катана, так зовут эту четырехлетнюю немецкую овчарку, победитель многих выставок и конкурсов. По команде умеет не только препятствия проходить, но и атаковать. Например, может задержать и удержать преступника, и даже сопроводить его под конвой. Однако в органах она не работает. Катана – исключительно гражданская собака. Собака должна быть социально адаптированной, в первую очередь сейчас, в современном мире. И уметь выполнять команды хозяев, слушаться их. Но в то же время выполнять и защитные функции. Дмитрий Спиридонов тренирует собак уже больше 20 лет. Начал со своего первого питомца. Потом затянуло, остановиться уже не смог. Понял, кинология – это его призвание. Конечно, не каждому дано тренировать собак. Но нужно понимать, если вы завели четвероногого друга, без этого не обойтись. Начинать лучше с 4-5 месяцев. Конечно, желательно пойти на специализированный курс. Курс молодого бойца. Это подготовка щенка. Здесь вам правильно расскажут в клубе, на дрессировочной площадке, как правильно сформировать навыки, что значит научить собаку подчиняться, что значит научить собаку играть, как правильно играть. Помимо дрессировок, собакой можно заниматься аджилити. Это относительно новый вид кинологического спорта, соревнования, в которых человек – проводник для собаки, проходящий препятствия. Михаил Шмелев занимается аджилити всего два года, но уже добился больших успехов вместе со своим питомцем Зор. У меня на руках сейчас Зора. Это чемпион России по аджилити. Занял в этом году второе место. Собака очень умная. Зора, 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 низ, низ, Зора. Зора, Зора, низ, низ, низ. Зора не только умная, но и веселая собака. С радостью позировала в кадре и неугомонно выполняла любые команды. Но за свою работу высоких гонораров не требовала. Согласилась на сосиски. Зора, 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 ручки, ручки. Специалисты уверены, тренировать нужно любую собаку. Неважно, собираетесь ли вы участвовать с ней в соревнованиях, или показывать на выставках, или просто хотите иметь рядом умного питомца. Это полезно для физического и умственного состояния четвероногого, для его нормального развития и отличного настроения. Мария Лапочева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. И в завершении выпуска награда нашла своих обладателей. В редакции нашего телеканала подвели итоги конкурса «Встречай лето» вместе с ЛРТ. Сотрудники компании наградили победителей и призеров, познакомились с ними поближе и узнали, почему они решили поучаствовать в акции. Встретить лето ярко канал ЛРТ предложил еще в мае. Целый месяц наши зрители добавляли в конкурсный альбом ВКонтакте свои селфи на фоне телеканала, а их друзья ставили им лайки. Ведь от их количества зависел исход голосования. Но сотрудники ЛРТ на этом не остановились, выбрали и то фото, которое им понравилось больше всего. Наградили призера подарками с символикой ЛРТ. Я настолько милая, настолько задумка и в костюме, и все так искренне, и мы не смогли удержаться. Хотя пустячок, наверное, но я думаю, с всей души приз наших симпатий вам. Наталья Копылова и ее сын Арсений участвовали в параде колесок в Люберцах, попали в объектив нашей камеры, и вот уже отличный ход для оригинального селфи. В итоге получилось, как говорится в знаменитом мультфильме. Нашу маму и тут, и там показывают. Получилось все легко, просто, сфотографировались, ждали именно эфира, который будет в 19.30, звонила в ЛРТ вам в студию. И таким образом мы сфотографировались на фоне, успели, словили момент. Счастливым обладателем призов провели небольшую экскурсию по телеканалу. Показали то, что обычным зрителям видеть еще не приходилось. Особенно Копыловых впечатлила виртуальная студия. Арсений, ты посмотри, до чего техника-то у нас дошла. Стоит отметить, что при определении победителей учитывались только лайки от подписчиков нашего сообщества. Среди участников оказались как люберчане, так и те, кто живут в разных уголках нашей необъятной родины. Здравствуйте! Вы нас видите? По итогам конкурса второе место у Заиры Умхановой из Чечни. Беспроводные стильные наушники отправятся прямиком в солнечный Грозный. Девушка не смогла приехать в Люберце. Однако век информационных технологий – это не проблема. Участвую я, как бы любитель участвовать в конкурсах, и как бы в ленте убиваю, ищу конкурсы. Это мой подарочек, наверное. Да, это то, что вы заслужили, это то, что вы выиграли. Другой приз отправился в город-герой Смоленск. Еще одни наушники выиграла Валентина Коптенко. Обладательница третьего места оказалась весьма креативной. Подкинула нашему каналу интересную идею для следующего конкурса. Кто снимет самое интересное видео, тоже поучаствовал бы с удовольствием. А какие бы видео, возможно, вы хотели бы снимать? Ну, вот у вас телеканал, правильно. Вам, может быть, интересно будут какие-то новости, например. Кто интересную самую новость преподнесет. Может быть, о городе, может, вообще какую-нибудь историю снимет. А главный приз, стильный планшет Ленова, достался Лилии Прониной. За ним победительница фотоконкурса приехала из подмосковного Чехова. Бонусом к подарку лидер конкурса тоже получила познавательную экскурсию по телекомпании. Очень понравилась ваша социальная сеть. Очень развитая, интересная, очень много информации полезной. Желаю вам процветания в дальнейшем. Желаю, чтобы у вас было больше подписчиков и, как можно, больше лайков, как у меня. Любви вам и здоровья. Всего самого наилучшего, теплого, светлого. И чтобы скорее настало лето, как конкурс. Ну что ж, друзья, на этом наши розыгрыши не заканчиваются. Впереди вас ждут не менее интересные конкурсы от нашего телеканала. Следите за новостями ЛРТ. Анна Троян, Кирилл Евгеньев, Дмитрий Шарапов и Никита Скраган. Телеканал ЛРТ. Такой мы увидели уходящую неделю. Чем будет интересно следующее, узнаем уже совсем скоро. Напоминаю, что все новости городского округа Люберцы есть на страничках ЛРТ в социальных сетях. Подписывайтесь. Ну а я, Мария Лапчева, с вами прощаюсь. Всего доброго и хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова